Миша недавно исполнился один год, и все это время он находится на грудном вскармливании. Его мама Юлия видит в этом только преимущества. Вижу только плюсы от этого, но, конечно же, после года уже немного тяжелее морально для меня, как для мамы, но для ребеночка мы все-таки немножечко про себя забываем, и больше у нас ребеночка в приоритете. Пока он не будет готов отойти от такого типа питания, я, конечно же, буду с ним, за него, и его приоритет стоит. Как отмечают врачи-педиатры, с каждым годом все больше молодых мам отдают предпочтение естественному кормлению своих новорожденных малышей. Если раньше это было 50, скажем так, процентов, а то и меньше, то сейчас можно смело сказать, что на грудном вскармливании больше 75% кормящих матерей. На грудном вскармливании он с самого начала, с самого рождения, соску он не взял, и до сих пор приоритетным для него является грудное вскармливание. Невеста всегда набирала хорошо. В рамках недели поддержки грудного вскармливания в детской поликлинике специалисты консультируют новоиспеченных родителей и дают рекомендации по правильному питанию в период лактации. Грудное молоко – это уникальный продукт, который вырабатывается женским организмом. Ребенок у нас получает все необходимое, все микроэлементы, защитные антитела, все витамины. Поэтому это приоритет, и грудное вскармливание – самое лучшее, что мы можем дать нашему ребенку. У нас грудное вскармливание было с самого начала и до трех лет получилось. Отлучился сам, потому что уже был большой, и уже понимал, что ему это не требуется. Но до тех пор, где-то до года это было, наверное, практически основная еда, плюс прикормы. Дальше это уже просто как, чтобы мама рядом была. Некоторые женщины все же делают выбор в пользу смешанного или полностью искусственного кормления в силу того, что малышу не хватает маминого молока, и он не набирает весе. Так получилось и у Анны. Дочку Валерию она начала докармливать смесью еще в роддоме. Было мало молока, и у нас было смешанное питание. Потом где-то с двух месяцев перешли полностью на искусственное. Малышу не хватало моего молока. Малыши, которые на грудном вскармливании, они лучше развиваются, они меньше болеют. Их физическое и психическое развитие гораздо лучше и опережает, нежели детей, которые на искусственном вскармливании. Грудное молоко, как поясняют специалисты, защищает организм младенца, пока продолжается лактация, и помогает формированию иммунитета малыша, который останется с ним и в дальнейшем.